приветствую вас уважаемые зрители нашего канала сегодня тема моего моего анализа это инфляция инфляция и возможность экономического роста ну все вы знаете проблему существующей с инфляцией в прошлом году инфляция у нас было 13 процентов в этом году ожидается что-то подобное но в чем проблема с инфляцией проблема состоит в том что существует ожидание того что инфляция приостановит свой рост в течение года во всяком случае во второй половине этого года так ожидают правительство и на основе этого настроят свою экономическую программу и свои экономические действия будет ли так большой вопрос проблема состоит в том что инфляция в республике молдовы зависит не только от внешней инфляции от импортируемой инфляции как у нас принято называть я приведу один маленький пример чтобы было понятно летом прошлого года примерно в июне июле были подняты в два-три раза цены на все справки которые выдает агентство которые где мы берем справки по рождению и так далее там подобное каким образом поднялись эти цены в два-три раза что поднялась цена на газ нет и таких примеров можно привести достаточно много у нас цены растут зачастую независимо от того что происходит с газом естественно проблема газа проблема энергоносителей она тоже воздействует и очень сильно но ключевая проблема состоит в том что цены у нас перестали абсолютно регулироваться концепция правительства состоит в том что цены не должны регулироваться потому что есть рынок а не все что должно делать правительство это оказать всемирную поддержку населению различного рода дотациями безусловно в период непредсказуемого роста цен дотации важная вещь и без них не обойтись однако давайте посмотрим что происходит в мире действительно ли цены регулируются рыночно ну начнем с простой вещи начался рост цен на нефть в следующем году ожидается что цены на на нефть продолжат свой рост а с чем это связано оказывается европейская комиссия активно давит на банки на инвестиционные фонды на то чтобы они не инвестировали в неполиткорректные ископаемые это что рыночная мера нет если мы посмотрим то же самое по рынку газа мы увидим что рынок газа активно испытывал воздействие со стороны политических институтов в том числе и по ограничению разного рода возможностей по корректировке цен ну например то что северный поток 2 не был сертифицирован и продолжает не быть сертифицированным это что рыночная мера нет естественно это политическая мера который активно подталкивает цены вверх то же самое мы видим по целому ряду вопросов поэтому говорить о том что рынок сам приведет ситуацию в некое нормальное состояние это все под большим вопросом большинство экспертов сходится на том что цены на энергоносители в следующую зиму будут также высоки а возможно что поднимутся и выше по крайней мере рыночные цены на фьючерсы пока еще не упали а продолжают держаться стабильно соответственно если в следующем году рост пойдет от нынешнего уровня а к зиме конечно рост пойдет то соответственно это будет означать что цены подскочат еще выше есть еще один фактор о котором постоянно забывают это то что на сегодняшний день газовые хранилища практически пусты обычно из зимы страны выходили с гораздо более наполненными хранилищами а россия пока не собирается увеличивать объемы поставки сверх контрактных соответственно это будет означать что еще один фактор который усилит ценовое давление на газовый рынок и на энергоносители ну и последний момент который я хочу затронуть для того чтобы было понятно что ситуация с ценами не будет такой уж радужной как может показаться многим у нас правительстве то есть что во второй половине года инфляция пойдет на спад это действие американского регулятора денежных отношений фрс поскольку в следующем году он собирается изымать доллара из оборота объем изъятий предполагается очень большим в районе 2 миллиона 2 триллионов долларов и всем известно что когда фрс начинает сжимать денежную массу себя на рынке это сказывается на всех остальных странах в том в первую очередь на слаборазвитых но типа нашей страны соответственно это сказывается на том что цены начинают опять же расти начинается финансовая нестабильность и это все сказывается на ценах теперь давайте посмотрим что предполагает или что рекомендует делать наши власти в конце января 31 января был заседание совета безопасности совет безопасности рекомендовал правительству усилить меры по стимулированию экономики но министерство экономики принципе заявляет примерно то же самое однако с небольшим нюансом министерство экономики стоит на позициях того что необходимо усиливать всемирно поддержку при помощи разного рода вспоможений населению а в целом экономика должна адаптироваться к нынешнему росту цен ну в принципе то что рекомендовал совет безопасности это во многом совпадает с глобальной рекомендации валютного фонда сдерживать инфляцию и стимулировать экономический рост вот теперь мы подходим к ключевому вопросу каким образом может быть стимулирован экономический рост в условиях такой нестабильности и вот тут мы пока не видим серьезных мер поддержки наших производителей нет это не означает что мер поддержки нет наоборот если мы посмотрим мы увидим что правительство выделяет деньги и там и там и там по сравнению с предыдущим правительством она выделяет достаточно много денег однако проблема стоит в том что само по себе выделение денег не является мерой поддержки ключевым способом борьбы с инфляцией обычно считается действие национального банка и собственно говоря правительство сейчас ждет от национального банка что он начнет поднимать процентную ставку национальный банк будет поднимать на цены процентную ставку но к чему это приведет это приведет к тому что предложение денег станет меньше кредиты станут дороже для понимания я хочу сравнить с тем как действует американский центральный банк фрс он действует прямо противоположным образом и он действует абсолютно логично с экономической точки зрения в начале они впрыснули в экономику достаточно много денег в районе четырех триллионов долларов когда экономика завертелась начался рост они начинают ограничивать количество денег в экономике для того чтобы экономика не перегрелась итак первый шаг это денежная поддержка экономики в больших объемах но в чем отличие того что делается у нас от того что делается в соединенных штатах отличие в том что соединенных штатах действует развитые механизмы экономические которые легко воспринимают полученную денежную массу у нас не развитые экономические механизмы поэтому собственно говоря денежная масса у нас очень легко изымается при помощи при помощи импорта и вывозится из страны поэтому собственно говоря все все деньги они не попадают в экономику они попадают импортером и уход из страны я уже ну вы знаете общие цифры я могу еще раз повторить это то что у нас импорт 22 чем-то раз превосходит экспорт но собственно говоря вот это то есть механизм пылесоса который вытягивает деньги из экономики поэтому вбрасывать деньги в экономику и при помощи пом ну всякого рода программ помощи населению это необходимо но параллельно необходимо развивать механизмы стимулирования экономического роста я приведу опять же маленький пример сейчас был принят железнодорожный кодекс согласно которому железная дорога должна быть разделена будет держатель магистральных пути и будут частные компании которые будут конкурировать но в чем фокус а фокус состоит в том что на сегодняшний день железная дорога потихонечку выходит на прибыль но идея состоит в том чтобы это прибыльное предприятие разделить раз и во вторых привлечь для этого кредиты довольно большие кредиты на железную дорогу уже брались сейчас будут взят еще один большой кредит вот теперь ключевой вопрос каким образом этот кредит будут возвращаться обычно у нас не обращают внимание на такие мелочи а в этих мелочах то и суть дела и опять же сошлюсь на опыт соединенных штатов когда в 2008 году дженерал моторс если я не ошибаюсь или дженерал электрик но нам данном случае не суть какая из этих крупных компаний оказалась банкротом она попросила помощи у государства помощи большой в районе 30 миллиардов государство дала меньше но прежде чем дать компания должна была представить бизнес-план того как произойдет процесс реструктуризации когда они выйдут на прибыль и когда они вернут эти деньги вот теперь отсюда вопрос существует ли у железной дороге нашей такой план можем ли мы сказать когда этот кредит будут возвращен можем ли мы сказать когда железная дорога после реструктуризации станет прибыльной нет не можем сказать. И никто не может сказать. В этом-то и состоит фокус. Существующая проблема вокруг Молдова-Газ, который у нас сегодня существует, аудит, который хотят сделать. Смотрите, прошло с 99-го года, когда был реструктуризирован Молдова-Газ и часть активов была передана Газпрому. С тех пор никто не знает, как развивается Молдова-Газ, каков бизнес-план его развития, каковы его прибыли. И никто ничего не знает в этом плане. Ну, может быть, узкий круг людей, задействован в этой ситуации, знает, но в целом для нашей экономики все это неизвестно. И в этом как раз и состоит суть проблемы экономического роста в Республике Молдовы и проблемы борьбы с инфляцией. Нельзя бороться с инфляцией, просто вкидывая деньги в экономику. Нельзя бороться с инфляцией, пассивно ожидая, когда рынок сам заработает и не регулируя цены. Но и регулирование цен, и меры стимулирования должны опираться на четкий экономический базис, на четкий экономический расчет. Вот этих экономических расчетов у нас на сегодняшний день, я, честно говоря, не слышу и не вижу ни в одной отрасли. У нас бодро рапортуют о том, вот мы возьмем еще денег там. Вот, слава богу, нашлась еще одна добрая душа, в данном случае Румыния, которая даст нам еще 100 миллионов. Ну, добрые души находятся постоянно, но в этом-то и состоит проблема, что нас постоянно кидает из жара в холод. Сначала мы выпрашивали дешевый газ у России, теперь мы с Россией не дружим, выпрашиваем гранты у Румынии. Но и то, и то не является нормальным развитием экономики. Экономика нормально развита, которая стоит на своих ногах, а для этого необходимы расчеты. Расчетов нет, и в этом состоит основная проблема. Нет попытки остановить рост цен при помощи регулирования. Я еще раз повторю, считается, что регулирование это не экономическая мера, на самом деле это неверно. Это абсолютно экономическая мера, ею занимается Евросоюз, ею занимаются Соединенные Штаты, и занимаются все развитые страны. И нам тоже необходимо переходить к четкому регулированию цен на экономической основе. Естественно, это не должно быть популистским регулированием цен. Ну, примерно вот это то, что я хотел сегодня сказать насчет инфляции и экономического роста. Спасибо, что вы были с нами. Надеюсь продолжить эту тему в следующий раз.